доброе морозное утро у нас уже позднее утро я некоторое время работала над угольками но все-таки разожгли мы возобновили наш кострик так что будет у нас уютный домашний каменный день мы уже некоторую школу сделали стрелять и по идее дети идут школу завтра так что надо выполнить все задания у нас еще бумажные работы остались по компьютеру мы уже все сделали ну у нас как бы перерыв на данный момент у джульетты тоже класс она по онлайн сейчас учится вот так что вчера она ездила на урок в колледж ну их отпустили через полчаса говорит вот вот зачем было приезжать говорит не могли нас отпустить как раз похода обменялась такая противная была ну что я машине джульетта холодно 28 градусов у нас сегодня минусовая температура соседям по-моему холодильник новый привезли хорошо и хотя на данный момент как раз и такая погода что не страшно холодильник потерять на сегодня по крайней мере что так холодно можно в гараже и во дворе оставить еду куда я еду во первых я на джульетты на машине подолью и бензин а у него половина есть я еду сам с клуб дешевый бензин ей долью его потому что она опять смотрит за домом троинного брата и как бы другом городе ей придется ездить туда туда и сюда так как на работу в школу все такое дальше и хочу купить и какую-нибудь еду суши она попробовала суши недавно которые не сырой руб рыба я вот там с имитацией крабового мяса ей понравилось так что это то что не надо готовить она просто может это съесть ей это нравится также наверно возьму куриные так если захочет разогреет себе и она там взяла некоторые супчики с собой макарошки такой всякая фигня так что в общем то как бы есть что есть для нее ладно разогреваем машину на ней еще никто не ездил сегодня и поеду стою в очереди за бензином хотела сказать еще вчера это заметила вчера как вы видели у нас была очень ветреная погода холодная ветреная погода и уже как бы знаете даже наш постсоветский праздничный сезон закончился до вчера благ речь крещение всем с прошедшим праздником всех вас прошедшим праздником в общем а вот этот хозяин нашего гигантского скелета его все не убирает он все также вешает эти огоньки рождественские каждый вообще свет не выключает огоньки зажжены днем и утром то есть днем и ночью и вчера мы проезжаем мимо обломалась нога у скелета и он нафиг упал но огоньки до сих пор включены я сегодня проезжаю огоньки до сих пор включены в общем он уже не стоит он уже не красуется у него перелом ноги но хозяин что-то мало на этот счет делает и видно ему просто было лень вот такие вот дела не выдержал он нашей оклахомовской богу я купила нам красивым самсклубе себе купила острую острый ролл с тунцом потом купила вот такой темпура шримп или джульетте она просто раз это ела и понравилось или вот три вида разных суши и все это из имитации краба потом купила нутеллу она может собой взять хлеб она может собой взять не было куриных так и я купила вот такую упаковку креветок она любит креветки может она их возьмет или хотя бы половину про меня фрукты взяла для смузи и здесь у меня шоколадные маффины хотела рассказать насчет габриэла габриэлу позвонил его друг он тоже на дистанционном обучении на данный момент и пригласил его на баскетбольную игру тут в соседней школе первый друг который получил права понимаете началось габриэл мама уже долго водит этот это ты знаешь я твоим сестрам не разрешала с подружками ездить думала что дверь не закрыла когда они только получили права проще думала думаю ладно чтобы его не трогал не а как это по-нашему чтобы внимание у него не забирал во время вождения не пи не могу слова найти русское ладно это уже не первый раз это самое и у отца спроси говорю что отец на это чем думает ну да не тоже как бы не в восторге но все-таки согласился тоже дал свои правила на этот счет поехали до меня просто дошло что мне уже третий ребенок у которого начинается своя социальная жизнь со своя жизнь вне дома вне семьи понимать потому что начинают друзья получать права они могут приезжать сами без родителей получаю деньги есть деньги на карманы расходы и можно ходить в кафе в кино магазины понимаете и габриэл наконец-то мы очень долго ждали наконец-то он получил свою первую зарплату первую и последнюю с этой работы потому что как бы больше он там не работает так как закрыли сам саму кафе что ко мне пришло что-то пришло со школы надо прочитать может завтра тоже школы не идти это я хоть сдохну и скажите я скажу ну и это в общем как бы нас ожидается в марте не в марте марте он все равно права не получит но скажем получит работу и все равно будет короче карманные расходы и все такое ну как бы со мной стоять до меня просто дошло мне ребенок вырос еще один еще боя бебя выросла вообще вообще удивительно как время летит время летит неумолимо как будто кажется там нас еще куча времени на ничего не куча джашику уже скоро будет четыре года вы понимаете что вы со мной были многие из вас были со мной когда была беременная джашка а ему вы 4 года в марте это через год ему после этого можно идти уже в школу вы представляете я немножко в шоке мне точно кота завести потому что ребенка я не хочу заводить чтобы чтобы с кем-то нянчиться очень проверила смс-ку идут они в школу этим прислали смс-ку что завтра уже будет учеба в школе с одной стороны это хорошо с другой стороны уже привыкла спать вы понимаете и еще это означает что нам надо сейчас сесть за бумажки бумажную работу стренька это она гуляет до сих пор полю себе потихоньку я дрова до ними еще подготовил я их занесла вовнутрь пропылесосила то здесь вообще было все в коре в зале на ковер там уже перешло ковер наш уже на издыхание здесь видно что там и подпалили так что не знаю может после сезона камина нам придется это тоже что-то непонятное придется подумывать о новом полосе день вернулся с работы не хочет обе снимали нужно замучала елки-палки с этими с этой бумажной работы да не будет как какая еще школа какого хрена мы идем завтра в школу подождали до конца недели я говорю я не знаю но все же я не пускаю в школу так что я не знаю идем в школу завтра или нет в общем мы делаем домашку получая звонок со школы думает опять теперь тут то есть сам мяско то еще что-то теперь это еще и и звуковой запись что у тебя в школу идем они наоборот какая-то утечка газа и школу они завтра не идут так что можно переставать работать завтра еще и смена обстановки не одни выпустил немного я поехала с дюллеттой дом ее природного брата выехала не было мы было самой ехать так что мы ехали на обоих машинах по отдельности новых машинах но все равно я может посмотрю еще один эпизод хауза если будет ловить интернет и поеду домой хочу что звоню габриэл не могу дозвониться до него никак собака довольна что мы приехали в окно выглядывала увидела что мы припарковались а факту выглядывала бы только к двери и кошка прибежала тоже нас встречает уже она была во дворе и готова была вовнутрь зайти а дюллетт сюда и над химаут мы собачонку вывели теперь ждем пока он свои дела делал ясс чизанса охизанс айдоварова параба дарис она говорит что ей не нравится по ночам его выгуливать потому что темно и она начинает там о медведях думать вы же понимаете на телефоне эта луна еще не покажется мне да на телефоне она не так показывается она вообще оранжевая оранжевая здесь она вообще какая еда для собаки органическая со сани индюшка с картофелем жаркое кинва курица и морковка вау какие мы фэнси шменси показать одну из ну это как туалетная под называется раковина симпатичная мало места занимает мне просто нравится как отделана здесь по-моему это его дядя делает такие декорации него много дядь 5 дядь и папа понимаете и очень вот так все таким необработанным деревом все сделано так вот там лестница на всякий случай тоже декор и это плитка плитка которая выглядит как дерево так что легко мыть не не надо волноваться что испортится такая-то называется паутирун в америке мне понравилось как здесь все никакой ничего лишнего он меня уже обнюхал со всех сторон со всех сторон кто этот человек пришел ко мне знать не знаю мы хотим посмотреть один эпизод хауза здесь вот камин спани здесь лучше всего ловится вай-фай а как включить камин мы не можем он как бы не настоящий до фейковый вот для уюта так и не разобрались на было анжелику спрашивать она здесь по моему же все включала все знает собака пришла вначале лежала прям у меня на животе голову положила джида говорит я и не разрешаю так что видно я разрешаю лана словили мы наконец-то вай-фай с доброе утро следующее утро утро у меня началось интересно дэнни не очень себя чувствует он вчера еще не очень себя чувствовал них на работе много больных людей не ходят с масками но все равно ходят на работу и дэнни как бы не температурой ничего она говорит как-то хреноватенько я чувствую себя так что он отдыхает скарлетт вчера тоже жаловалась что холодно ей и голова болела сегодня все хорошо но она сидит у себя в комнате на данный момент дэнни у нас комнате и потом я проснулась и оказывается одна из наших групп я уже говорила несколько раз что у нас есть мультитысячная группа на фейсбуке ее закрыла facebook под рассмотр и короче я целое утро занимаюсь тем чтобы возобновить группу или создать новую ну короче мы заняты так что такое мне утро я не успела вчера закрыть влог так что закрываю влог огромное спасибо за просмотр ваш поддержку комментарии лайки подписку и просмотр рекламы я желаю вам спокойной ночи до новых встреч и ба-бай удачи а